С левой стороны здесь тротуар и машины, приладковая часть реагирует, уезжает, когда мы предупреждаем, когда объявление вешают и удается убрать. А вот справа этот же дом, вот дальше мы если с вами пройдем, там видно, и вот даже вот приладковую часть машины не реагирует. Вот два дома рядом в одном дворе. Реакция жителей. Они активные, их беда объединила, когда они в бесконтельной остались, и вот через эти трудности, видимо, объединились. И двор еще когда делали, тоже понимаем. Ну нет, двор-то один, два дома в десяти метрах. С этими общались постоянно, когда котельный вот этот вот, сплотил их, правильно говорите, и потом вот это все продолжило сообщение. Понимание есть. А дворники, здесь один, здесь другой, да? Разные. Не от них? Нет. Обслуживание организации одна. Одна обслуживание организации. А вот видно, тут машины прямо снают на тротуаре. То есть даже обслуживание организации одна, а качество уборки разное. Да. То есть реакция жителей. То есть причина даже не в обслуживающей организации, не в дворниках, а причина в отношении людей и вот в их вот таком поведении. А они, глядя на соседний дом, у них нет желания, чтобы у них так же чисто было. То есть эти жители выходят, собираются, принимают решение, потом их выполняют. Эти никак собраться не могут. Желания есть, и претензии мы получаем с этого дома, все чистят плохо и так далее. Но когда мы говорим, ребят, ну вот помогите, вот сами же, автовладельцы с этого дома, подвиньте машину, уберите, переставьте на время уборки. Реакция вот никакой. Его как? Объехать, не объехать? И вот постоянно, да? Ставят. Ну он хоть на вытащенное стал, да? Рустам Анатольевич, а какое наказание, какие штрафы не смотрят за то, что фаркуются во дворы на тротуаре? В данном случае, вот по водителям этих машин, применяется административный фонд, кстати, административный фонд 12-12-2. В данном случае штрафы не смотрят 2 тысячи рублей и эвакуация штрафа на следствии за движение по тротуару и варкувшую тротуару. В порядок-то только штрафы мы навести не сможем, но у нас 5200 домов многоквартирных, соответственно, сколько дворов, сколько у нас сотрудников ГИБДД на линии работающих? На линии порядка 300 человек. Ну, 300. Ага, 3000, да. Да, это на каждого, но это просто нереально, потому что есть организация дорожного движения, которым вы должны заниматься. Поэтому без совести водителя, автовладельца здесь нам и без общего мнения граждан все равно не победить это. Сейчас вопрос уже, вот сегодня есть возможность почистить и механизация есть, но одной таблетки понятно нет, где-то дворников не хватает, где-то трактор придет на час позже, но в любом случае обслуживающие организации, управляющие организации должны заниматься и с населением в том числе. Без их понимания того, что без их консолидации общего мнения этот вопрос не победить. Не наше пожелание, чтобы они платили штрафы, наше большое желание, чтобы во дворах было чисто.